Ой, чем дальше, тем смешнее. В результате тщательно спланированной и, видимо, скрупулезно подготовленной спецоперации полицейские в Москве задержали активиста и участника акции «Бессрочный протест». Уже, да, в жилах кровь стынет. Практически вселенский заговор ребятишки раскрыли, а теперь без пафоса о том, что произошло на самом деле. Короче, богатыри московские скрутили какого-то сопляка, вышедшего 11 сентября, что интересно, на улице в костюме бумажного стаканчика. Целый автобус, бойцов подогнали. Ну, оно на самом деле глупо смотрится, особенно вот этот момент, когда бравая чучела в форме из трусов выпрыгивает, догоняет типа нарушителя. По большому счету, пацан ничего не нарушил. Ну, где написано, в каком законе, что на улицах столицы вечерами нельзя появляться в карнавальных костюмах там зайчика, белочки, стаканчика. Че схватили-то? Да еще с таким оплобом. Вот самим стражам порядка не стрёмно. Здоровые бугаи наверняка в каких-то горячих точках успели послужить. Наверняка боевые награды имеют. Вот им самим. Не противно такой ерундой заниматься, а в дальнейшем какие подвиги ребята совершать начнут детей в песочницах заламывать. Стримофон какой-то. Начинаем! Ну, а в России завершились очередные типа выборы. Напомню, в 20 регионах страны они проходили. Сенсации снова не случилось, несмотря на то, что некоторые мои коллеги до сих пор публикуют статьи на дзене и выкладывают ролики на ютюбе с пафосными названиями, вроде кандидат от яблока удела, единороссов, танта или народ обнулил единую Россию. Давайте подведем предварительные итоги по губернаторам, например, и так. Еврейский автономный округ Рио-Гольдштейн. 82,5%. Калужская область. Действующий пахан Шапша. Вообще 90. Чтобы вы понимали, Калужская область это полная засада. Одна из самых убитых и нищих. И сделали это с ней как раз царские ставленники. Вот 90% очередной мухомор набирает дальше. Камчатка. В Рио-Солодов 80%. При том, что Путин там же полтора года назад смог получить только 69%. Кубань-Кондратьев 84%. Чувашия. Николаев 82%. Самое большое откровение для меня Дрозденко. Это Ленинградская область, где крайне сильны протестные настроения. Тоже 82%. Господи жулики. Простите, памфиловцы, ну вы бы хоть не наглели. Так, нарисовали бы более-менее убедительный процент. Около 50%. Нет, а 82%. Ага. В Ленинградской области верю. Продолжаем. Татарстан. Миниханов. Поль 90%. Гауляйтер. Пензенской губернии. Белозерцев. 83%. Пермский край. Монохин. 76%. Счастье не за горами, да. Тамбовская. Никитин. 91%. Тамбовский волк тебе, Никитин. Нет, я могу понять, когда на откровенно оккупированных врагами территориях, типа Татарстана, Башкирии, итоговые показатели приближаются к сотке. Там все понятно. Концлагерь, он и есть концлагерь. Но когда в Тамбове ядро 90 с лишним процентов берет. Ладно, сейчас рассмотрим произошедшее в подробностях. Это реальная журналистика. Пока все еще в военно-полевых условиях. Ну, уже скоро причешемся. В порядок себя приведем. Кстати, фом, думаю, сменить в новом сезоне. Может, у кого есть какие идеи. Пишите в почту. Поехали! Да-да-да, слышу, кто-то стучит лапками по клавиатуре. А ведь это ты, подонок, зазывал нас принять участие в голосовании. Я же говорил, все равно они посчитают, как им нужно. Нельзя садиться с шулерами за один стол, ну и так далее. Отвечу. А ты что, ходил куда? Ну, хоть в качестве кого-нибудь наблюдателя, например. Как вот этот вот человек, Сергей Гурченко из Воронежа, который просто пошел, не просто пошел, но и поймал нарушителей за руку. Выложил затем это дело в сеть. 1300 бюллетеней хотели вбросить на одном из участков номер 1165. Сотрудники участковой комиссии пытаются непогашенные бюллетни. Достаньте, пожалуйста, разверните. Вот это что за отметки? Корректором замазанные. Товарищ полицейский, уважаемый наблюдатель, попытка скрытия факта. Да нету ничего, ну Сергей Андреевич, ну что? Смотрите, вот корректор. Убираю. Единая Россия. Единая Россия. Куда? Единая Россия. Единая Россия. Сколько их тут штук? А ты-то что делал? Сидел в труханах на диване, гневные сообщения мне набивал? Вот только не ври сейчас, будто ты что-то там бойкотировал, ни хрена ты не делал. Как и всю свою жизнь, впрочем, ты такой жеватник, потому что, как и тот другой, только он вперился в телевизор и 6 лет к ряду смотрит наиглупейший сериал отчета мухохлов. А ты монитор компьютера. Для тебя другое кино показывают. А там в Беларуси будет, драчка не будет. Ты не ходил на выборы. Ты не выйдешь на акции протестов. И в забастовках, стачках, если вдруг они случатся, ты тоже не станешь участвовать, придумав для себя очередную кривую отмазку. Ты обычный интернет-анонист. Вот если в прямом смысле с анонистами сейчас параллель провести, для начала я хочу задать вопрос, как думаете, кто чаще всего посещает порно-сайты? Я тоже был уверен, что в основном прыщавые подростки. Потом посмотрел статистику, неа, не малолетки. Взрослые дядьки 27 плюс. Казалось бы, нонсенс. Ну большой мальчик уже есть опыт, есть знания, есть возможности какие-то наконец. В смысле, ну что-то же он там зарабатывает, коктейль-то может даме купить. Номер снять в гостинице. Подними зад с этого дивана. Познакомься с какой-то женщиной. Пригласи ее куда-то и будет тебе счастье. Ну ему даже бабу себе лень искать. Денег жалко на нее тратить. Проще подрочить перед компом и вся недолга. Тем более, там же такие ляльки. Ага. А потом жалуются. Ой, что-то мне не везет с женщинами. Тут то же самое. Такой никогда не станет членом нормального гражданского общества. Да и не нужно оно ему, это гражданское общество. Простой пример. И именно, я про Хабаров сейчас говорю, где уже на протяжении 12 недель люди практически всем городом протестуют против произвола власти. Призывают Россия, присоединяйся. Ну и где эти интернет-умники? Хорошо, в выборы они не верят. Говорят, нужны более радикальные меры. И, собственно, то, о чем сказал выше обычные анонисты, о которых смысла нет ждать каких-то телодвижений. И вы думаете, только я один это понимаю. Там сидят люди намного умнее меня. Поэтому с каждым годом они все сильнее и сильнее нагибают вот этих вот интернет-хомячков-протестников. Потому что там точно знают. Ответки не последуют. Вот эта женщина пыталась, это 242-й УИК, подсунула под нижнее белье журналы. А вот еще один член нашего гражданского общества, знаете, мы ругаемся. Ах, Памфилова, ах, Кремлевские, ах, единороги беспредельничают. На кадрах, которые я вам только что показал, кто. Может быть, Памфилова. Или кто-то из кремлевской братвы. Единственная тетка, возможно, даже ваша соседка, подруга или родственница. Просто знакомая коллега по работе, учительница географии в школе. Куда ходит твой ребенок. А ради чего тетенька вот это делала? Сомневаюсь, что заставили, например, взяв в заложники членов ее семьи. Сомневаюсь, что за этот свой преступный поступок ущербная получит приличный гонорар, которого хватит хотя бы на колесо автомобиля Жигули да за 500 рублей. А на свои и наши жизни улета спустила 500 рублей. На которые купила курицу, булку хлеба, бутылку кефира. Все печально. Но таких, как она, по стране сотни тысяч, и они все вчера занимались похожими гадостями, нереально в голове не укладывается. Это ж каким нужно быть идиотом, чтобы за несчастные 500 рублей приговорить самого себя? К пяти годам нищеты и рабства! Честно, вот сегодня хочется сказать то, чего никогда не говорил. А вы знаете, в данной ситуации я на стороне партии жуликов и воров. Если человек идиот и роет сам себе могилу, ну зачем такому дураку мешать? Без лоха, как говорится, жить. Плохо и грех с этого лоха не поиметь, что они и делают. Если люди не хотят меняться, если не хотят становиться людьми, пусть сидят как собаки на привязи. Я на самом деле, когда вижу таких собак, что живут в будках, что мы всегда пристегнуты к этим будкам, думаю, господи, какая же страшная, жестокая учит. Но у той псины не было выбора, а эти? Все. Это была реальная журналистика с чувством глубокого разочарования сегодня. Жду в соцсетях, в друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за с ним. Спешу откланяться, пока. Пока.